Приветствую, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Наш очередной морской выпуск прибоя. Видите, сегодня море не такое спокойное, волнуется, радуется. Радуется тому, что каждый человек на самом деле исцеляется. То есть, даже если мы проходим через какие-то сложности, трудности, то это и есть процесс исцеления. И я заметил такую вещь, что как раз когда наступают сложные времена, идет вот этот процесс. То есть, мы выбираем, бывает, себе непростую судьбу и даже считаем иногда это каким-то злым роком, предопределенностью и так далее. Но вот давайте, может, немножко поговорим про эту тему. У меня есть видео на канале «Как изменить судьбу». И там показано на основе родового инцидента, что там происходит сильная запись, боль и так далее. И потом у парня просто болит голова, то есть, когда наступают схожие события. И вот, пройдя процессинг, он это убирает и у него наступает облегчение. То есть, он начинает жить совершенно другой жизнью. И о чем это вообще все? Потому что, когда мы считаем что-то предопределенным, мы считаем, что это нельзя изменить. То есть, мы считаем, ну вот такая судьба и все. То есть, мы не можем ничего с этим сделать. Но на самом деле, я считаю, что мы можем сделать. Почему? Потому что, когда человек считает, что что-то невозможно изменить, то это приводит его к какой-то такому, знаете, состоянию, бывает, апатии. Да, хорошо, если к принятию, да, но зачастую мы не хотим принимать те вещи, которые, ну скажем так, плохие, какие-то негативные, да. То есть, мы не хотим принимать какие-то потери, да, то есть, то, что происходит с нами. И вот получается, судьба, мы воспринимаем ее как что-то, что мы не можем изменить. Но в то же время, как я это вижу, судьба – это процесс такой целостности и самопознания. Да, то есть, когда мы что-то понимаем, то происходит процесс самоосознавания. То есть, судьба, она в наших руках. То есть, мы можем что-то менять, что-то убирать, что-то создавать новое. Но самое главное – происходит у нас изменение, когда мы начинаем действительно осознавать и принимать. И вот этот процесс принятия, он очень сложный, даже для людей, можно сказать, духовно продвинутых. Почему я об этом говорю? Потому что каждый человек, он, ну, скажем так, стремится к лучшему. Но когда наступают какие-то сложные моменты, хочется их как-то, ну, обезвредить, предотвратить, чтобы этого не было. Вот. И мы вступаем в этот момент в такую, знаете, как стызю. А что сделать, чтобы это прошло? И вот в эти моменты бывает сложно как раз, ну, чтобы наступило принятие. Вот. Чтобы оно наступило, действительно, нужно, бывает, сделать какие-то огромные, ну, не то чтобы усилия, но понять, зачем нам вообще всё это нужно, то, что вот с нами происходит. И когда ты понимаешь, то вот тогда наступает принятие. Потому что до этого момента ты начинаешь как-то сопротивляться, думать, что всё это не надо, что всё это плохо, что это всё негативно. А потом постепенно ты понимаешь, что, ну, как бы это для чего-то нужно, для следующего этапа. То есть если бы не было этого, то не будет и следующего этапа. Вот. И получается, то есть, да, мы, бывает, терпим какие-то потери, вступаем в какие-то вещи, которые нам не нужны. Но даже вот сейчас взять этот этап, да, то есть мира хватило паника, то есть людей вводят в заблуждение, говорят, что там всё очень опасно и надо вообще отстраниться друг от друга, ни с кем не общаться. Но зачем создаётся паника? Для того, чтобы люди, ну, скажем так, сидели и, ну, ничего не делали, бездействовали. То есть вывести людей из их обычного состояния, да, чтобы они не сопротивлялись, чтобы они были покорны и так далее. Вот. И получается, то есть даже вот это влияние, ну, как бы, то, что нам сообщают, допустим, про Бога, да, тоже это покорность, да, то есть будь покорен, да, просто смирися, да. Да, то есть, ну, слово смирися, это не как бы не будь с миром, да, а смирись просто, ну, скажем так, делай то, что тебе говорят и всё. Соблюдай заповеди там, не противоречь, то есть, потому что если ты будешь это делать, мы тебя накажем. А если ты будешь делать совсем плохо, мы тебя ещё сильнее накажем. Вот. То есть наказание — это способ подавить человека, и даже когда он применяется к детям, это приводит к очень негативным последствиям. Поэтому я не являюсь сторонником наказания, являюсь сторонником понимания и целостности. И вот в этом состоянии целостности каждый человек может быть осознан, потому что вот занимаясь духовной практикой, мы увеличиваем свою осознанность и понимание жизни. Чем больше у человека осознанности, тем лучше он может понимать жизнь, тем больше у него, ну, скажем так, взаимодействия с жизнью. И это взаимодействие строится на понимании, да, то есть, когда мы понимаем, что происходит, наша сила увеличивается, наше понимание увеличивается. Когда мы не понимаем, мы начинаем, ну, скажем так, двигаться не в том направлении, не туда, куда нам хочется. Ну, вот, соответственно, ухудшаем своё состояние всеми возможными способами. То есть, начинается у человека там алкоголь, наркотики, азартные игры, там, секс, прелюбодействие, переедание и тому подобное. То есть, всё это попытки каким-то образом скомпенсировать то, чего нам не хватает. И в этом состоянии мы, ну, как бы часто, скажем так, оказываемся. Поэтому суть в том, вот, ну, то, что я начинал, да, судьба – это процесс взаимодействия с собой, процесс самопознания. То есть, это не что-то предопределённое, то, что, скажем так, ну, всё вот произошло, и никак это мы не можем поменять. То есть, мы можем. Самое важное – это процесс познания и принятия. Поэтому, когда мы двигаемся по этому пути, то происходит, ну, скажем так, исцеление. То есть, исцеление происходит, когда мы, наконец, принимаем, что вот это вот так, вот это вот так вот. И в этом процессе действительно каждый человек может достигать духовного роста. Вот, поэтому, друзья, когда мы говорим о чём-то, очень важно, чтобы было понимание этого. То есть, когда есть понимание, то мы можем двигаться дальше, и это не останавливает нас. То есть, мы не тормозимся. То есть, тормоза происходят тогда, когда мы что-то не понимаем, что-то не знаем, у нас нет достаточно данных. Поэтому очень важно увеличивать количество знания, ответственности, управления. Вот, и тогда мы будем двигаться по пути духовного роста. Вот, и это может делать каждый, потому что путь этот, это путь, ну, бесстрашных, да, людей, которые действительно готовы двигаться и двигаться всё дальше и дальше. То есть, тут, ну, как бы остановка, да, она может действительно привести к тому, что вы застрянете. Вот, и поэтому, двигаясь по пути духовного роста, очень важно понимать, что вы идёте своим путём, да, то есть, что это ваш путь. Вот, когда вы это знаете, то вы можете менять всё, чтобы всё, что не происходит. То есть, вы можете менять судьбу, можете менять любые обстоятельства вашей жизни, и это будет во благо для вас и для других. Вот, и если вы действительно хотите двигаться по пути духовного роста, вот, то я как раз создал Академию Счастья именно для этого, чтобы каждый мог, ну, как бы, двигаться и получать свои достижения в одетинге, в процетинге, то есть, осознавать то, что с ним происходит. Вот, и это возможно, и самое главное, что этот процесс, ну, как бы, достижим, да, то есть, мы можем это делать и реализовать свой жизненный потенциал. Вот, поэтому, друзья, у кого есть какие-то там пожелания, вопросы, пишите в комментариях, будем вместе двигаться и улучшать состояние, вот, и получать достижения, потому что в этом процессе каждый человек может делать что-то, что, ну, что поможет ему в улучшении состояния, вот, и изменение судьбы в наших руках, то есть, что бы ни происходило, самое главное, это принятие, вот, и позитивное намерение, то есть, это то, что мы хотим. То есть, сначала мы осознаем то, что есть, и дальше мы двигаемся по пути духовного роста, то есть, создаем то, что нам хотелось бы. Вот, таким образом это работает и это помогает. Если есть какие-то негативные эмоции, неспокойствие, то это мы убираем, то есть, с помощью процессинга восприятия, как есть. И происходит процесс самопознавания, то есть, процесс такой, как бы, когда у человека увеличивается осознанность, и он начинает двигаться по своему собственному пути. Так что, кому тема интересна, то, как говорится, пишите все мои контакты под этим видео. И вообще, я очень открыт к общению, да, то есть, каждый человек может написать то, что ему хочется, это будет во благо, то есть, ну, пишите там вопросы, темы, которые вам интересны. И буду рад общению. Если видео понравилось, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья колокольчик для напоминания о новых видео. Я их снимаю ежедневно и выставляю на своем канале, чтобы улучшать качество жизни. И я желаю каждому счастья, осознанности и любви, потому что сейчас она, как никогда, важна. Вот, как никогда, важна сейчас осознанность и больше знания, больше ответственности, больше понимания, и тогда мы все вместе победим. Вот такой вот девиз. Так что, друзья, силы вам, осознанности и до скорых встреч на, скажем так, на просторах интернета и в реальной жизни. Во благо, друзья! Да.